С точки зрения психодиагностики, рисунок человека является одним из самых точных и достоверных источников информации. Сложность заключается лишь в том, что информация, содержащаяся в таком послании, образно говоря, закодирована, и рисунок нужно уметь читать. Обычно расшифровать тайный язык детского рисунка могут только психологи, однако внимательные родители всегда могут заметить в работах ребенка что-то необычное, почувствовать его настроение или уловить скрытое напряжение. Сначала я нарисовала меня, потом маму, потом папу, потом Даньку. Папа по компьютеру там работает, мама готовит кушать, я уроки делаю, а Даня лежит, высыпает. Ребенку нужно предложить нарисовать его семью, причем так, чтобы все были заняты каким-нибудь делом. Пусть у него будет выбор цветных карандашей и достаточно бумаги. Не стоит торопить малыша или комментировать его рисунок в процессе рисования, а когда он закончит семейный портрет, самое время обратиться с вопросами. Мама помнит птичку, я кладу котика, брат гладит лошадку. Женя, а ты папу не нарисовала, почему? Я потом нарисую. Для прочтения детского рисунка необходимо довериться своим впечатлениям. Какие эмоции, умиротворение или беспокойство он вызывает. Все слова, которыми можно описать рисунок, имеют отношение к актуальному состоянию ребенка. При большом количестве негативных оценок можно говорить о внутреннем психологическом неблагополучии. Однако не стоит делать поспешных выводов по одному единственному рисунку. Возможно, малыш кем-то обижен или недостаточно хорошо себя чувствует. То, что цвета она взяла, красные, голубые, зеленые, растения, нарисовала свою сестру. Значит, это благополучие семейного ребенка, благополучие, хорошее настроение. Важную роль при анализе детского рисунка играет и то, чем заняты члены семьи. Если они объединены каким-то общим делом, чаще всего это свидетельствует о благоприятном семейном климате. Также важно расстояние между фигурами. Рисуя, например, себя отдельно от остальных, ребенок может сигнализировать о своей изолированности в семье. Отсутствие на рисунке самого маленького художника – частый признак того, что ребенок чувствует себя в семье одиноким. Папа с мамой, видите, у них стремление друг к другу, взаимодействие, видите, как они недалеко друг от друга. И самый близкий контакт у ребенка с мамой. При оценке рисунка семьи следует обратить внимание на порядок рисования, размер фигур и их расположение на листе. Первым и самым крупным, как правило, изображается наиболее значимый в понимании юного художника член семьи. Себя же дети обычно рисуют рядом с теми, кому испытывают наибольшую привязанность.